Тотальная коррупция, круговая порука, чиновников и эпидемия безответственности и безалаберности. Это все не только про Россию. У нас в Украине ситуация ровно такая же. Десятки тысяч торгово-развлекательных центров по всей стране. Все они потенциальные огненные ловушки. Многие, как и Зимняя Вишня в Кемерове, построены с проектными нарушениями. Систем пожарной безопасности просто нет. Персонал не знает, что делать в экстренных ситуациях. Любовь Кукла сама отправилась с инспекции по торговым центрам. Говорит, в случае пожара там шансов на спасение почти не было бы. Трагедия в Кемерово. Ее обсуждают все. И у нас в Украине. Все потому, что каждый понимает, такое легко могло случиться и с нами. У нас участилось количество пожаров в ресторанах, в том числе и в ресторанах. Естественно, что были некоторые проблемы и в торгово-развлекательных центрах. Все потому, что пожарная безопасность у нас не более чем дымовая завеса. Объекты не проверяет никто, а нарушений масса. А поэтому люди сами пошли в ревизоры и массово проверяют торгово-развлекательные центры. Вот фотодоказательства шокирующей халатности. Замки на выходах и кучи хлама в проходах. Вопиющие ошибки при строительстве. К глобальной ревизии подключаюсь я пока без камеры. Мы решили проверить лично один из ТРЦ в городе Киеве. Все снимаем на мобильной. Со мной архитектор Кирилл Константинов. Здравствуйте. Будем с ним искать запасной выход. Табличка. Табличка показывает нам ту сторону, поэтому идем туда. Сначала засекаем время. Сколько минут нам понадобится, чтобы выйти на улицу. Начинаем с третьего этажа. Если здание в огне и дыму, спуститься сверху крайне сложно. Хотя именно там чаще всего развлекательная зона для детей. Мы попадаем на галерею. Отсюда должны мы спуститься вниз. Будем искать наружную лестницу. Эта дверь наша единственная удачная находка. Остальные или опломбированы, или закрыты. А на балконе даже металлическая решетка. То есть пути спасения отсюда нет. На этом наша тайная проверка окончена. Теперь идем с камерой. В ТРЦ удивительно приветливым. А в решетке даже чудным образом появляется открытая калитка. Но нарушений только в этом небольшом торговом центре уйма. Начиная с путей эвакуации. Видите, стрелочки. Идем через вот эти вот. Через магазин. Где куча всего, что может легко сгореть. Заканчивая тем, куда они приводят. В курилку. Вот куда попадает человек, выходящий с эвакуационной лестницы. Пространство используется под курилку для персонала торгового центра. А курилка это фактически железная ловушка. Спастись из которой в случае пожара невозможно. Но при желании все эти нарушения можно устранить. Гораздо хуже неисправимые ошибки. Проектные. В этом здании нет горизонтальных перекрытий. Это так называемый атриум. Пустое пространство. Это источник повышенной опасности. Потому что он пронизывает все этажи. И огню легко распространяться сквозь вот это все пространство. Потому что нет горизонтальных перекрытий. Едем дальше. Это торговый центр «Детский мир» в Киеве. Культовый магазин еще с советских времен. Каждый день тут бывает почти 6 тысяч покупателей. И очень многие с детьми. Главный инженер уверяет, у них все под контролем. То есть это выход на эвакуационные балконы. А он работает сейчас? Да. И выход по центральной лестнице. Конечно. Значит, ключи у нас находятся в коробочках, которые непосредственно возле двери. А вот, ну... Да, они опломбированы. Ну, как бы... То есть мы открываем двери, выходим на эвакуационные балконы. Сложно представить, как люди в панике в клубах дыма будут искать коробочку с ключом. Прям форт Боярд по-украински. Тут даже башня своя есть. Мы идем сюда, в эту башню незадимляемую. Ну, незадимляемая лестница. Опять же, тут получается, у нас есть ключи, которые находятся. Да, на гвоздики привешенные. То есть открываем двери. Открываем двери. Значит, и спускаемся. Тут, к сожалению... В башню подлежит ремонт. Да, да, упала штукатурка от сырости. И это далеко не все вопросы. К зданию при пожаре спасатели просто не смогут подъехать. На каждом шагу припаркованы авто, шлагбаумы и ларьки. Мы лично кружили у торгового центра минут 10, чтобы припарковаться. Кстати, киоски возле выходов – это просто украинская классика нарушений. Люди даже в спокойное время не могут нормально из метро выйти. Пробираются сквозь торговые ряды с хламом. На этой неделе всех переполошил пожар на Левобережке. Там горел один из мафов прямо у входа в метро. Кстати, эту станцию отремонтировали в прошлом году к Евровидению. И сразу же украсили рядами ларьков. Что такое пожар – хорошо знают тут, в кинотеатре Жовтань. Четыре года назад здесь устроили поджог. Здание сгорело полностью. К счастью, никто не пострадал. И теперь наученные страшным опытом кинотеатр отстроили с настоящей противопожарной системой, а не условной. Здесь есть системы пожарной сигнализации, пожарного оповещения, дымоудаления. Здесь есть система водяного пожаротушения и система управления эвакуацией. Здесь абсолютно предусмотрено и добавленное количество запасных выходов. Мы их сделали более удобными, более явными. Добавили знаки распознавания, добавили указатели на выходы и сделали все необходимые системы автоматизации. А еще по всему периметру установили антипаниковые двери. Они открываются с минимальным усилием. Вот они. Они здесь оборудованы этой ручкой, но эта ручка работает только при правильном провороте. Снаружи не зайдешь. Но внутри они оборудованы системой антипаника, то есть неопределенным рычагом, который человеку позволяет надавить его легко и дверь откроется в случае пожара. Но появятся ли подобные системы в других кинотеатрах или торговых центрах, как обязательное условие их работы, большой вопрос. Ведь пока ажиотаж вокруг этой темы превращают в пиар. Спасательные службы и собственники ТРЦ устраивают показательные рейды. Собрали журналистов и сегодня утром. Легенда учений понятна. Увага! Шановные противники, это гости. Администрация поведомляет, что в помещении выникла пожар. Просим вас, зберегающий спокой, спуститесь по сходовых клетках на перший поверх и выйдите на улицу. Мы толкаемся, выходим через аукрационные выходы. Дивимся под ноги, сцепуем друг за другом. Не паникуем. Не треба паники, все выйдут, живи, здорови. Но ажиотаж вокруг пожарной безопасности вскоре развеется как дым. Ведь пока штрафы для нарушителей копеечные. Это, внимание, от 30 до 170 гривен. Их, конечно, обещают повысить. Как и возобновить проверки ТРЦ? Ведь до сих пор действует пресловутый мораторий. Вы знаете, что на сегодняшний день мораторий и без решения уряда мы не могли проводить эти проверки. Заседание уряда было позавчера. Вчера мы подготовились, склали планы и сегодня начинаем работать с самого рано. Обещают проверить более 30 тысяч объектов по всей Украине. Но самое главное, чтобы проверки и наказания для нарушителей были настоящими, а не просто поводом для взяток. Иначе тушить придется не постановочные пожары, как сегодня утром, а вполне реальные, как в Харькове на этой неделе. Выгорела все проводка. Голые проводы остались. Любовь кукла Богдан Вербицкий, Светлана Шакера, Владимир Дедов, Оксана Алексеева и Степан Маслов. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует.